Уважаемые коллеги, Замира Ахмедовна сейчас идёт в операционную, и пока она идёт, одевает халаты и моет руки, я представлю доклад о механизмах действия низкой температуры как фактора лечебного фактора в лечении онкологических заболеваний, и не только онкологических заболеваний. Да, будьте добры. Сейчас мы говорим о таргетной терапии, так вот таргетным объектом для таргетной терапии является вода. Вода – милейшее явление, повсюду она обеспечивает нашу жизнь, но она организована в биологических тканях в соответствии с её дипольной структурой. Дипольная структура является тем кирпичиком, заточенным с разных сторон. И в то же время она не только беззащитна, но она очень послушна. Есть такой пластилин мира – холод, который мгновенно организует эту структуру. В медицине обычно используется для этого жидкий азот. Ну, жидкий азот – это что-то очень, вроде бы, страшное, непонятное. Поливать азотом, да. Как видите, он может быть совершенно добрый. В косметологии сегодня даже об этом будет говорить. А речь, если идёт о серьёзных заболеваниях, то давайте посмотрим, как это происходит в жизни. Запустите, пожалуйста, этот слайд. Это клетки аденокарциномы. Мы их сейчас постепенно охлаждаем. Сначала до 10 градусов, до минус 10 градусов. Как видите, появляются какие-то кристаллики льда. Но клетки защитились гиперосмолярным оводком. Лёд их не достал. А мы сейчас их заморозим до минус 50 градусов. Вот они попались. Сформировались кристаллы льда. Однако, обратите внимание, сколько воды ещё осталось вокруг. И клетки закованы льдом. А вот сейчас оттаивает процесс. И вы смотрите, здесь остался контур этих клеток. Клетки опять защитились от льда. Ну вот, мы давайте их заморозим теперь в режиме витрификации. Сразу в жидкий азот и на полную температуру с максимальной скоростью. Ну, почти режим консервации, но наоборот, очень жёсткий режим криовоздействия. Без всяких криопротекторов. Ведущим и руководителем отделения нашего института цитологии просматривали не один раз. И я спрашивал его, Виктор Иванович, ну что там, произошло что-то? Он смотрел задумчиво и сказал, да ничего не случилось. И действительно, после того, как вот сейчас это вот всё оттает, структура, видите, всё осталось как было. Что же это за метод лечения, что это за метод деструкции и каковы его особенности? Ну, я вам говорил о диполях воды. Вот так примерно они вокруг живого объекта размещаются. Плюсом, минусом ориентированные в разные стороны. Как только мы это заморозили, вода послушная, безукоризненная, ласковая вода, мгновенно выстраивается в кристаллы, забывая о своих биологических обязанностях. Объект биологический остаётся беспризорным. И когда мы снова отогреем этот объект, вода сама по себе, объект сам по себе, но он уже не живой, потому что его водная оболочка уже отсутствует. Белки и все элементы жизнедеятельности парализованы. И несмотря на то, что клетка при этом внешне выглядит жизнеспособной, она уже тотчас утрачивает способность к адгезии, утрачивает способность к пролиферации. Она сохраняет только свою структуру. И что важно, она сохраняет свою антигенную структуру. И этот фактор имеет принципиально важное значение при лечении пациентов с онкологическими заболеваниями. Какова должна быть температура, которая уничтожает клетки? Ну, вы видите, что добиться полной гибели клеток, в смысле сразу вот уничтожить, чтобы они сразу вот все погибли, практически невозможно. Мы можем, каждый раз выполняя криогенное воздействие, добиваться гибели части клеток. И это лучше всего при температуре порядка минус 50, минус 40 градусов. Если вы не обеспечите нужный уровень температуры, вот это минус 20, минус 30, морозьте клетку сколько угодно. Ей это безразлично. Она потом может восстановить свои пролиферативные способности и может восстановить способность к адгезии. То есть опухоль даже сможет вести себя по-прежнему агрессивно. А вот если вы достигли температуры минус 40 градусов и продержали клетку в течение 10 минут при этой температуре, то все будет хорошо. Но, опять же, вы знаете, что не все погибнут, поэтому нужно цикл повторить. Нужно несколько раз повторить этот цикл, чтобы общее время экспозиции, по нашим данным, составило в общей сложности 10 минут. 10 минут лучше в двух циклах, с оттаиванием. Есть другое мнение о том, что достаточно 30 секунд. Но мы можем говорить о разных вещах. Когда мы говорим о косметологии, мы говорим о секундах. Когда говорим о доброкачественных заболеваниях, мы говорим о пределах, может быть, одной минуты и тоже о секундах. Но когда мы говорим о ситуации, когда в наших руках оказывается процесс, который не должен диссеминировать и который нужно уничтожить, мы должны быть абсолютно уверены. И эта уверенность у нас приобретена нами после специальных изучений, после специальных исследований совместно с Институтом цитологии Академии наук. Поэтому отказаться от режима двухкратного, пятиминутного воздействия с пятиминутным интервалом между этими циклами, мы считаем, это несколько легкомысленно для тех пациентов, с которыми мы имеем дело в онкологической практике. Продолжение следует...